Количество реализованных земельных участков выросло втрое. За счет торгов удалось увеличить их стоимость на 156%. Таких результатов в Химках добились в 2020 году. Об итогах проделанной работы глава городского округа отчитался в рамках Всероссийской выставки форума «Госзаказ». Мы видим, что действующее законодательство совершенствуется с каждым днем. И сегодня те возможности у нас есть, которых ранее не было. Практически любой гражданин, который имеет сегодня паспорт, может принимать участие в торгах, нажимая одну и две кнопки. Вот эта простота, она помогает сегодня большему количеству предпринимателей быть вовлеченными в это простое. Начиная с 2019 года торги в Московской области проводят в электронном формате. Такая система обеспечивает прозрачность аукционов. Кроме того, позволяет расширить круг потенциальных инвесторов. Земельные участки, расположенные в Химках, имеют высокий спрос. Это связано с близким расположением к Москве и хорошей транспортной доступностью. Мы подготавливаем земельный портфель к реализации и уже готовы к выставлению его на торги. Мы приглашаем традиционно потенциально заинтересованные секторы экономики и им эти участки презентуем. Именно поэтому на наших торгах обычно заявляется больше одного участника и за счет активной конкуренции они увеличивают практически в полтора раза цены от начальной максимальной стоимости, что увеличивает поступление в бюджет. На сегодняшний день большая часть земельных территорий в Химках обладает рядом ограничений, которые не позволяют вовлекать их в хозяйственный оборот. Проблему нехватки свободной земли решают. Администрация регулярно проводит осмотр участков, предоставленных под аренду. В случае, если арендатор не платит или не осваивает предоставленную ему территорию, договор расторгают. За сложную и кропотливую работу Комитет по конкурентной политике Московской области вручил Дмитрию Волошину награду за качественное планирование, эффективное вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков в рамках централизации земельно-имущественных торгов в Московской области. Дмитрий Владимирович, мы вас хотели особо отметить, поблагодарить за сотрудничество. Однако останавливаться не станут. В этом году в Химках планируют реализовать еще как минимум 100 земельных участков. Таким образом, удастся привнести в бюджет городского округа более 100 миллионов рублей. Нина Бережная, Алексей Сыченко, Новости, Химки ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова